Я постараюсь кратко, ну это будут такие отрывки из моей жизни, которые привели меня к покаянию, ну точнее даже Бог, обстоятельства, через которые Бог привел меня к примирению с собой. Вот, я иногда буду поглядывать сюда к себе в шпаргалку, чтобы постараться быть краткой. Родилась я в Николаевской области, поселок Ольшанское, там выросла, ходила в школу, я росла в семье неверующих людей, хотя мама считала себя верующей, вот, ну как и я, собственно. У меня есть младший брат, в семье нашей было много неполадок, но в детском возрасте я помню, что меня даже не это больше беспокоило или горчало. Я часто, почему-то я не знаю, но думала о смерти, ну, моей мамы, ну о том, что по логике вещей мама умрет первая, и на тот момент это был самый близкий и ценный для меня человек. И меня очень угнетали эти мысли, но куда было деваться от таких мыслей, ну, ведь все умирают. Ну, и мне приходилось просто отмахиваться от этих мыслей, и потому что решения не было. С возрастом, чем дальше, то отвлекаться или развлекаться, мне удавалось все увлекательнее, ну, так как это умеют подростки. И хотя в моем мире странным образом был и Бог, о нем какие-то понятия, вот. Вот, я даже молилась почти каждый день за своих родных и близких, вот. Но моя вера скорее была номинальной, но на тот момент я и не думала, что могут быть какие-то другие варианты, вот. Вот, что это, ну, такая вера у всех, вот. Я думаю, что, наверное, сатана так и действует, что многие люди, многие поколения людей думают, что вера и есть это признание существования божества, что они иногда обращаются к этому божеству в молитве, приносят иногда раз-два в году какие-нибудь куличи или яйца в храм, вот. И в этом заключались все, в общем-то, отношения с Богом, и людям кажется, что, ну, у них все в порядке с Богом. Как бы у них мир с Богом, вот, они спасенные, хотя на самом деле Божий гнев горит, и люди идут в ад таким образом, вот. Я не помню, откуда у меня взялись убеждения о Боге, я думаю, это бабушка, мама, которые были набожными, они, но с таким же успехом они обращались и к бабкам, шептухам всяким, экстрасенсам, вот. Вот, придерживались суеверий, и все это вмещалось в их духовную реальность, хотя потом, позже из Писания я узнала, что все это мерзко Богу, вот. Я думала о себе, что мои убеждения, мои взгляды на жизнь, они достаточно мудрые и справедливые, и у меня были какие-то свои стандарты хорошести, вот, и которым, мне казалось, я соответствую, вот. Вот, и мне-то оказалось, было красивое, хорошее, мудрое, привлекательное, и я была достойна. Я пока еще до конца не понимала, чего я была достойна, но была достойна. Потом я помню, как в школе, я уже в старших классах, я свысока смотрела на девочек, которые уже со счета сбились, которые у них парень, вот, и я, ну, и я на тот момент встречалась тоже с парнем, но я же думала, что это любовь, раз она всегда, при любых условиях, всегда я буду его любить, и это первый и последний, мой единственный, и я верила, что я могу так любить, вот. Я смотрела тоже свысока на 15-летних мамаш, и думала, вот, мол, я-то до такого не докачусь. Я была гордой, сейчас я это понимаю, и, ну, в Писании написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И за годы моих старших классов и первые годы моей учебы в университете Бог дал мне возможность увидеть, чем на самом деле наполнено мое сердце, и что на самом деле тех у... Я даже не соответствовала тем стандартам хорошо-плохо, которые я сама себе поставила. То есть было сильно разочарование. К 20 годам я... Было многое. Вот. Там были и сексуальные отношения, которые не ограничились суженным, единственным. Там было много обмана кругом и везде, гордость, флирт, аборт, выпивка, много бессмысленных глупых действий. И, к сожалению, многие из нас понимают, о чем я говорю. К сожалению, многие из нас имели такую же юность. И хочу сказать, что последствия всей такой жизни я до сих пор... Они до сих пор меня преследуют. Итак, к 20 годам я... Кто я? Я убийца, я обманщица, я предательница, я развратница. Я разговаривала тогда сама с собой, что нет века. Ты недостойна. Ты не лучше всех тех девочек. Над которыми ты возвышалась. Вот. Причем некоторые даже имели мужество родить своего ребенка и воспитывать его. А ты нет. Ну, ты мерзкая, лживая. Вот. Ну, в таком состоянии разочарования в людях и в самой себе, ну, приходишь к какому-то бесчувствию и становится все-все равно. Ты... Ну, я стала язвительной, циничной, без чувства, собственно, достоинства и достоинства вообще других людей. Каждый человек был для меня просто мишенью моих язвительных шуточек, насмешек. Я имела отношения, в которых не было особо каких-то обязательств, и это было взаимное использование. Почему так было, потому что тебе просто все равно. Ты уже идешь в такие отношения, потому что, ну, там есть хоть что-то привлекательное, что не дает тебе, ну, чувствовать эту пустоту, разбитость. И кто бы знает... Ну, кто знает, где бы я могла оказаться здесь, ну, и сейчас, кем бы я могла быть, и была ли я вообще бы, если на тот момент я... Бог меня не нашел. Вот. И мне стыдно об этом всем говорить. Мои дети, родители слушают это, но я просто это говорю для того, что многие люди могут думать, что я слишком большой грешник, и мне нет пути наверх, скорее всего, Бог, верующие меня не примут, они чистые, а я очень грязный. Ну, и грех ко мне, и грязь так прилипли, что невозможно просто от этого всего отделаться. Ну вот, на втором курсе университета я случайным образом попала на странный день рождения. Я опоздала, вот, и потому я весь день рождения недоумевала, что с этими людьми не так. Я думала, а где алкоголь, ну, где маты, ну, или хотя бы пошлые шутки. Ну, просто другого формата каких-то праздников до тех пор у меня не было. Ну, а я опоздала, и они просто молились перед этим, и, ну, а я же не знала, что они верующие. Потом мы пошли, я, ну, умела рисовать, на художественном училась, и меня попросили сделать детскую декорацию для праздника. И тут-то мужчина начал со мной разговаривать, как позже оказалось, это был пастор. Вот, он говорил, о, мы верующие, ты знаешь об этом. Я уже не помню, о чем он со мной разговаривал. Я нервно улыбалась. И я не знаю, почему, но этот человек первый, кто расположил к себе, и которому я поверила, в его искренность, потому что до этого люди, которые пытались передо мной открывать Библию, они больше с манипулятивной точки зрения это делали, чтобы я просто делала то, что им удобно. Ну, я пока начало ходила на встречи этих странных людей, это был кэмпус в Николаеве, где этим в основном занимались Женя и Лиля Минины. Благодарю их за их труд для Бога. Это был другой мир для меня, другая вообще реальность, потому что я жила в университете, в общежитии, где, ну что там, там попойки, дебоши, там много гордыни, интриги, вот, маты. Я, кстати, ругалась как сапожник. Да, и плюс к этому всему в этот период накопился какой-то такой ком-проблем. Это у меня, меня по ошибке отчислили и долго не могли восстановить из университета. Вот, я заболела фурункулезом, вот, не могла долго вылечиться. У меня было разбитое сердце, я разбила сердце людям, ну, в отношениях с парнями. И мне, ну, мне нравилась тот дух, эта атмосфера, куда я приходила, эти люди, причем я вспоминаю, что я наглым образом приходила туда в своей набедренной повязке, и люди меня терпели. Вот, моё, ну, даже иногда вульгарное тоже поведение. И я помню, как в общежитии ночью на кровати я, я, наверное, я, это была молитвой, наверное, я признавалась, я уже не помню точно, что я говорила, но я признавалась, что со своими, в кавычках, правильными убеждениями я пришла вот к этой точке, где у меня, куда ни посмотри, как бы всё разрушено, то, что для меня было важно. Вот, и я сама себе задавала вопросы, как это случилось, и был ли вообще другой путь, другая альтернатива. Я поняла, что я не сильная, я не умная, мне нужна помощь. И, наверное, я просила тогда Бога о помощи. Мне было сложно. И на одной из таких, ну, и с этого момента начался период таких чудес для меня. Маленьких, но чудес. Я как-то тоже вот так ночью на кровати в общежитии размышляла о том, где же взять мне Библию, чтобы читать. Я так и не нашла вариантов, уснула, и через пару дней на встрече кэмпуса Женя, пастор, дарит мне Библию. Мне одной. Почему? Ну, я бы тем более никому об этом не говорила, кроме Бога. Вот. И для меня это маленькое было чудо. Потом мне предложили проходить уроки по изучению Библии. Я согласилась. И на какой-то из встреч я поделилась просто, что вот я уже хожу в поликлинику, как себе домой, делаю переливание крови, чтобы избавиться от фарункулеза, но ничего не помогает. И даже заведующее отделением уже сказала, дало мне адрес, как сходить к бабке, и чтобы она там порчу сняла, или что-то в этом духе. Но на тот момент я уже знала о том, что, ну, такие люди, это служители не Бога, но дьявола, и что таким образом исцеление мне не принесет блага. И я не воспользовалась этим советом. И мне сказал пастор, тоже говорит, тю, так давай мы помолимся за тебя. Ну, я так без особого энтузиазма думаю, ну, хуже не будет, конечно, давайте помолимся. Вот. И помолились, и я уже, в принципе, привыкла жить с болью, с гнойниками, которые обсыпали все тело. И я ожидала уже следующего гнойника, но он не появлялся. И снова, и снова, и вот уже на протяжении 15 лет я не сталкиваюсь с фурункулезом, хотя, ну, в медицине известно, что эта болезнь залечивается, но не вылечивается. Это инфекция, которая спит в крови, и при сбое организма она снова дает о себе знать. Но Бог меня исцелил. Это, конечно, не воскресение из мертвых, но для меня это было свидетельством. Бог каким-то чудесным образом просто разом избавил меня от мата. Мне даже не приходилось какие-то прилагать усилия. Это просто произошло как-то... Ну, это тоже чудо для меня. Но самое главное чудо это вот эти вот занятия, которые я проходила по изучению Библии. Они проходили каждый четверг. У нас было в этой группе 2-3 человека. Почему это чудо для меня? Потому что я не постоянный человек. Для меня какое-то посвящение, постоянство, а тем более в годы, то есть наше обучение где-то длилось около двух лет. Я каждый четверг приходила к девушке, к этой христианке домой, даже печеньки приносила и даже делала домашнее задание. Вот. И для меня это чудо. Плюс я не люблю читать. Вот. Вот. Но... Ну, это было вот так. И спасибо этой девушке, зовут ее Света Ушакова, за ее посвященность, что она занималась со мной. Даже уже у нее был период и беременности, и материнства. Она все равно как бы прилежно занималась не только со мной, кстати. это еще не все. я не любитель читать. Это чудо тоже, которое сделал Бог. Ну, и, наверное, благодаря именно этим занятиям шаг за шагом я влюблялась в Бога. И я не могу сказать, что мое покаяние... Я не могу назвать, да, когда я могла бы сказать, вот в этот день я покаялась. Скорее, это был постепенный процесс. Чем больше я узнавала о Боге, о себе, вот, тем больше я влюблялась в него. Он был настоящим героем. И что самое главное, и удивительное, что он действительно был настоящим. Я тогда поняла, почему люди, ну, создают сказки, создают каких-то супергероев, потому что они жаждут смотреть на того, кто был бы действительно добрым, милосердным, справедливым. Последней каплей для меня был фильм «Страсти Христовы». Вот. Он вышел тогда, ну, в те годы, и я уже на тот момент прочитала Евангелие, и это была живая иллюстрация для меня. Я... Это была встреча на кемпусе, и я помню, пришла тогда с подругой хи-хи-ха-ха в своей набедренной повязке. Но после фильма я понимала, что вот там место на кресте за все мои грубые, пошлые поступки, мои мысли, мои желания, это по праву мое место. Но Иисус выбрал, выбрал занять мое место. Причем я знаю, что именно выбрал, и он не был жертвой, он добровольно это сделал, и это меня покорило. Ну, было еще много разных событий, но это, как говорится, уже другая история. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok